Новые механизмы работы по наведению порядка на улицах города на прошедшей неделе Анатолий Локоть обсудил со специалистами профильных управлений и департаментов. В Новосибирске уже не первый год борются с нелегальной торговлей. Чем сегодня рискуют те, кто отважился пойти в самоволку? Об этом далее в прецеденте. Новосибирск Борьбу против нелегальных уличных торговцев муниципальные власти ведут уже не один год. Но говорить о безоговорочной капитуляции лоточников пока не приходится. Каждое лето ситуация традиционно обостряется. Вы три статистики нарушаете. Незаконное размещение металлической конструкции, незаконная торговая деятельность и выкладка товаров у торгового оборудования. Незнание языка не уберегло гражданина Азербайджана от составления протокола и поездки в отдел полиции. Позже была демонтирована и металлическая конструкция, как и киоск с перекрестка Гоголя-Мичурина. На данный объект не оформлен договор на размещение и эксплуатацию объекта и стоит, был установлен именно владельцем самовольно. Кто владелец, мы не знаем. Но порядок предусматривает производить демонтаж без установления собственника объекта. Но нередко сразу после демонтажа торговая точка появляется вновь на том же самом месте или поблизости. В таких случаях процедуру согласования сноса нужно было начинать заново. Это занимало до двух недель. Все это время торговец-нарушитель мог спокойно работать. Исключить подобные лазейки позволило бы изменение правил игры. Субъектам воздействия сделают не сам киоск, а земельный участок под ним. Причем убирать незаконно установленные павильоны и палатки чиновники смогут хоть каждый день в течение года. Сегодня предлагается изменить положение о демонтаже в нашем положении у нестационарных объектов, когда предметом нашего воздействия будет не сам по себе демонтаж конкретного этого, описанного в акте нестационарного объекта, а будет освобождение земельного участка от какого-то нестационарного объекта, который сейчас занимает незаконно этот земельный участок. С начала 2019 силами мэрии демонтировано уже 160 несанкционированных объектов торговли и услуг. Вынесено 315 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 1,3 млн рублей. Но пока с нарушителей взыскано только 390 тысяч. Наша задача построить сегодня работу таким образом, чтобы скоординировать действия всех органов, государственных в том числе надзорных органов и безусловно муниципалитета, для того, чтобы борьба это или усилия направленные на наведение порядка на наших улицах приносили должный эффект. В администрациях районов для борьбы со стихийными развалами предлагают организовать специальные мобильные группы из представителей мэрии и силовых структур. Ведь зачастую нарушители правил торговли ведут себя агрессивно по отношению к проверяющим. У меня 4 человека, которых запугивают, оттыкают колеса и тому подобное. Только едиными усилиями формирования вот таких подразделений можно назвать это муниципальная полиция. Восхожен по поводу этого появления. Решить наболевший вопрос могло бы и наделение контролирующих органов полномочиями задерживать продукцию и оборудование у злостных нарушителей. Товар планируют проверять на легальность ВОЗа и соответствие всем установленным нормам, а выявленный контрафакт уничтожать. Мы заинтересованы в том, чтобы я ставлю задачу как мэр, чтобы законно-нормативная база соблюдалась до запятой. Порой очень нечеткая грань, где законно, где незаконно. Мы должны бороться только с незаконным. Для этого депутаты Гурсовета уже этой осенью рассмотрят проблемный вопрос на сессии. Если борьба с торговцами-нелегалами не погрязнет в правовых противоречиях, то мегаполис уже скоро обещают очистить от разношерстных развалов. Впрочем, немалую роль здесь играет выбор горожан. Когда вы в антисанитарных условиях покупаете эту продукцию, несете ее домой, кормите ей своих детей, своих близких, помните, что тем самым, может быть, вы наносите ущерб, прежде всего, здоровью своих детям, внукам, своей семье. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова